Мои сладкие всем приветики! Очень рада видеть вас на моем канале, меня зовут Валя, добро пожаловать! Ребят! Итак, я надеюсь, что в предыдущем видео о моем вишлисте на 2021 год я вас немножечко заинтриговала все-таки польскими брендами. Сегодня хочу с вами протестировать вот такие вот однушечки. Да, цветов не видно. Это однушки из магазина Glam Shop, собственно говоря, бренд Glam Shop называется. Здесь у меня однушка Sparkle и однушка с голографическими тенями. Я вообще, вы знаете, я была в шоке, когда услышала это, что возможно сделать сияшку голографической. Короче, ребят, если вам интересно, что из этого получится и что это такое, оставайтесь со мной, поехали! Так, ребят, у меня сегодня вот такие вот изменения. Я тестирую сегодня макрообъектив, поэтому сори, если будет прыгать резкость, потому что, блин, это макро, и я первый раз его пробую. Короче, давайте покажу вам красавчика. Он называется Bayer Hollow. Вот так вот он выглядит. Вы посмотрите на эту красоту. Ну, на самом деле, выглядит он как серое нечто с розовыми вкраплениями. Но я вам сейчас покажу, как это все выглядит на пальце в качестве свотча. Та-дам! Посмотрите на эту голограмму. Это что-то нереальное. Просто вообще, как такое может быть? Вот так вот выглядит второй оттенок. У него такой немножечко дуохромчик присутствует. Очень красивый, волшебный просто цвет. И я думаю, что вам это 100% напоминает, собственно говоря, Бернович. Я прям уверена, потому что я, когда это увидела на сайте, для меня это сразу так... Чё? Как? Как так может быть? Итак, я навека нанесла, как обычно, базу по тени от Makeup Revolution в оттенке Light. Я сегодня буду использовать две палетки. Первую от BH Cosmetics Zodiac и вторую палетку от Pat McGrath Divine Rose 2. Беру вот такую большую пушистую растушевочную кисточку натуральную. Это Алекс Рудковский набор Pro W108. Набираю на нее светло-розовый оттенок из палетки Zodiac BH Cosmetics. Вот такой вот он нежный и красивый. И наношу его в складку. Слушайте, как же сложно себя контролировать с макрообъективом. Ужас просто. Набираю еще раз и продолжаю работать в складке века. Оформлять складку. Затем беру палетку Pet и набираю темно-бордовый такой винный оттеночек на вот такую плоско-пушистую кисть. Плотненько набрала и наношу на внешний угол глаза. Вывожу вот здесь вот немножечко кончик, хвостик. Набираю заново этот цвет. И немного завожу его вот сюда в складку. Набираю предыдущий оттенок немного и все это растушевываю. На нижнее веко я наношу помаду от Sephora в оттенке 04. Беру вот такую палетку от Kaleidos и набираю вот этот оттенок. Наношу его на нижнее веко. Так, по внутреннему уголочку не прокрадываюсь, потому что там у меня будет сияшечка. Беру пушистую растушевочную кисточку с розовеньким оттенком самым первым. Подтушевываю немного нижнее веко. Я хочу использовать для голографика подложку, такую немножечко розоватую. Но я смешаю консилер Tarcher Tape как раз таки с вот этой вот помадой от Sephora в оттенке 04. И у меня получится что-то такое побледнее, посветлее, скажем так. Но именно розовое, красивое. Плоской синтетической кисточкой я делаю себе Cut Criss. Вот такой, видите, нежный бледный розовый оттенок у меня получился. И, в принципе, этого уже будет достаточно. Так, все, я готова наносить сияшку. Набираю на вот такой обыкновенный спонжик и наношу. Так, как-то спонжик мне не нравится. Походу, не растираются все частички розового. И как раз таки не получается вот этот вот голографик. Ну-ка, пальцем разотру. Ну и, конечно, это все надо будет мне словить при правильном свете. На стык между вот этой вот сияшкой и матовым я набираю из палетки Zodiac оттенок Libra. Такой темно-бордовый. И просто вот сюда вот нанесу, чтобы попытаться это тушевать матовым. Ну и давайте на нижнее веко я нанесу вот этот вот турбопигмент. Точно так же я буду его наносить спонжиком. Мне кажется, так будет на данный момент проще сделать. Ой, ну этот цвет, конечно, красивый. Так, я сейчас доделаю второй глаз, сделаю макияж и к вам вернусь. Будем обсуждать эти сияшки. И также покажу вам вблизи этот голографик при разном свете. Потому что пока что мне совсем не нравится, что происходит на моем глазу. Это как-то очень уныло смотрится. Потому что когда на пальце растираешь, ну вы видели, что тупо голограмма. А на глазу, не знаю, может быть я виновата. Может подложку не надо было. Может я толстым слоем сильно нанесла. Короче, сейчас попробую на втором глазу нанести пальцем чисто и тонким слоем. Что ж, ребят, вот такой вот макияж у меня получился. На слизистую у меня синяя помада от Jeffree, закрепленная синими тенями. Приклеила реснички, собственно говоря. И все, оформила лицо. Давайте теперь буду отключать постепенное освещение и пытаться словить все-таки эти переливы. В конце концов, я требую переливов на глазах. Потому что все-таки потенциал у этого оттенка есть. Потому что там есть какие-то такие розовые вкрапления. Что-то такое, ну, очень интересное, прикольное. Вот. Надеюсь, вы их увидите. Итак, я отключила один софтбокс слева. И сейчас светит только кольцевой свет. Больше ничего. Что ж, ребят, давайте теперь обсудим эти прелестные сияшки. Как вам сказать? Я ожидала, на самом деле, большего. Конечно же, я еще буду пробовать и тестировать, как их, возможно, лучше наносить. Можете, просто не нашла подход. Хотя я смотрела обзоры польских блогеров. И не только, в принципе. А там еще и с Хорватии девочка была. И она прям вот просто даже без подложек наносила себе спокойно навеки. Если на подложку наносилась какую-то цветовую, то, в принципе, разницы особо нет. Что заметила на камере, когда ловила вот эти вот блики, то, что там, где я наносила пальцем на правый глаз, намного как-то, ну, не то чтобы больше и сильнее, но присутствует все-таки чуть более ярче перелив. Я набирала на палец совсем чуть-чуть и, так, знаете, наносила аккуратненько, деликатненько навека и старалась это все растирать. Потому что здесь все-таки сам рефил состоит из этих крупиночек. И эти крупинки, в принципе, вот так вот бы хорошечно размешать и нанести навека. Но не получится этого сделать, потому что у них такая текстура вот хлопушками вместе с маслицем. Ну, собственно говоря, если вы пробовали спарклу от Бернович, то вы меня поймете. Вот это, ну, это один в один, собственно говоря, текстура. Поэтому, такое, вопросы. На руках это все выглядит, конечно же, офигенно, опупенно. Точно так же, как вы дуохромы наносите на руку, растираете. Вау, просто вообще перелив. Вы в итоге наносите навека. А тебе еще и нужно умудриться словить каким-то образом этот перелив. Ох, как я люблю, когда у меня отклеиваются внутренние уголки ресницы. Короче, буду приспосабливаться к этим теням еще каким-то образом. Я все-таки чувствую, что как будто бы я не раскрыла до конца эту голографию. Вроде, может быть, что-то со светом у меня не так. Я не знаю. А ну-ка я попробую сейчас вспышкой себе немножечко посветить. Так, вот я сейчас вспышкой свечу. Я уже не переставляла объективы. Ну, конечно, вот так вот с таким светом, знаете, как вспышка или же люстра. То да, это все сияет, конечно, очень круто. Мне нравятся очень переливы. Когда фокус так отходит, то видно вот эту вот голографию немного. Короче, ну, интересная. Во, во, вот смотрите, получается словить. Интересная штука. Я думаю, что она себя проявит 100% именно в каком-то вечернем освещении. Короче, слушайте, о, мне нравится. Вот мне нравится. Я же говорю, надо походу просто другой какой-то свет. Очень своеобразная штука, но очень интересная и очень красивая. Когда я просто включила потолочную люстру, то, конечно, это все поинтереснее заиграло. Я уверена, что если я сейчас пойду в ванную комнату, точно так же все будет намного интереснее. Будут видны вот эти вот блесточки, переливы и так дальше. Вот, поэтому какое-то, у меня, знаете, двоякое на данный момент ощущение. Расстраиваться особо не хочется, потому что это действительно специфический продукт. Я ни у кого такой пока что не видела, ни у одного бренда. Понятное дело, что, возможно, есть у каких-то брендов эти голографические спарклы, скажем так. Но я, по крайней мере, ни у кого не видела и не знаю, какой лучший оттенок брать. И так дальше я просто увидела такой с розовинкой перелив. О, думаю, хочу, давайте с него начну и давайте я его попробую. В общем, вот такой вот эксперимент сегодня получился. По поводу вот этого спаркла, точнее это называется турбопигмент. У меня никаких претензий нет к этому оттенку. Мне очень нравится, как он выглядит на нижнем веке. Ясное дело, что при определенных подложках он совсем иначе будет раскрываться, потому что здесь и фиолетовый подтон есть, и синее что-то есть такое. Так что, да, конечно же, хочется его попробовать максимально протестировать с какими-то другими подложками. И да, ребят, если будете спрашивать, что у меня на губах, это помада моя новиночка просто свежатенькая. Я только сегодня ее получила. Сразу же захотела нанести. Как хорошо, что она подошла под этот макияж. Это помада от Pat McGrath в оттенке Omi. Очень хотела этот оттенок. В видео про свои хотелки я о нем говорила. Вот, все, первый пошел, скажем так. Шикарный, конечно, цвет. Очень-очень красивый на губах. Это восхитительно просто смотрится. Просто восхитительно. Что ж, друзья, на этом, в принципе, все. Я надеюсь, вам это видео было полезным и интересным. Во всяком случае, мы сегодня что-то новенькое с вами попробовали. На русскоязычном YouTube я такого не видела еще. Так что ферма просто. У меня на этом все. Если вы новичок на моем канале, подписывайтесь, жмите колокольчик уведомлений о моих новых видео. Ребят, ставьте пальчики вверх. Пишите в комментариях ваше мнение по поводу сегодняшнего тестирования. По поводу сегодняшнего нового продукта, скажем так, для нас. Ну, а я вас всех целую и обнимаю. Пока-пока. Продолжение следует...